Игорь Шестидко Далее сзади меня вы видите поток машин, последняя молитва, да, Магриф уже прозвучал и соответственно народ, правоверные мусульмане поехали уже по своим делам разговяться и жрать и гулять до утра. Мои коллеги мне пишут письма, местные коллеги пишут письма в 4 утра, я так понимаю, что они до этого времени борствуют, но не в этом дело. Мне вчера дали наводку и я вчера еще в прошлом видео говорил, вот уже анонс сделал, да, то есть вот это вот Байшни Фейс Салах, Аль Фейс Салах. Она имеет высоту, сколько она имеет высоту? 270, короче, метров, 30 этажей. Наверху у нее, видите, она такая вот в виде таких вот скрещенных, но не прямых, а чуть выгнутых модулей, да, она четырехугольная, 30 этажей. Там разные дополнительные промежутки с различными уровнями. Там находится бизнес-центр, там находится отель, вот комплекс, где я кушаю. Это тоже, мол, относится к этому делу, тут фудкорт. И на самом верху вы видите такое матовое стекло или из треугольников сфера. Это на самом деле ресторан, сигарная ложа и, соответственно, наблюдательная площадка. Вот под самой яркой вершиной, да, там такое, не знаю, видите или не видите. Вот сейчас я туда попробую подняться. Сказали, что оно с 8 вечера работает. Вот пойдем посмотрим. Кстати, особенность этой башни состоит в том, что эта башня была построена в начале 2000-х бен Ладеном, что уже само по себе интересно, поэтому стоит еще и зайти туда. Интересно, сколько стоит подняться, но я не думаю, что слишком дорого, если считать, что на Эйфелеву башню подъем стоит только там 12 евро на самый верх лифтами, да, то, соответственно, я думаю, что до 12 евро, если умножить на 5, то это будет, сколько это будет в местных деньгах, 60, да, 60 местных реалов в Саудовской Аравии, ну, нормально. И я еще с собой прихватил вот эту камеру, потому что я не уверен, насколько качественно снимает, так, тут главное, чтобы не включилось сейчас орошение, пока я еду, не уверен, насколько качественно GoPro сможет снять, а мы сейчас увидим практически с высоты 230 метров, надеюсь, что мы увидим РИЯД, да, поэтому буду снимать еще на Sony, будет такой микс из разных вещей, поэтому не пугайтесь, когда вы увидите разные профили. Ну и давайте, смотрите дальше, увидимся счастливо. Итак, продолжаем. Все вы помните этот молд под Фейсалах, а вот здесь вот такой невзрачный коридорчик. Это и есть вход, насколько я понимаю, тут указатель в здание Фейсалах, Рамадан Карим, это для тех, кто понимает, хорошего Рамадана, вот такой вот вход, то есть это целый комплекс, мол, тут отель, там дальше еще бизнес-центр и сверху башня, вот указатели, мы идем, я надеюсь, не очень сильно оно темно. Так, Фейсалах Tower and Residence, нам, значит, сюда, Фейсалах, опер, нам не нужен, значит, нам вот в этот вот, вот этот вот вещь, вот такая вот конструкция, это мы, я так понимаю, внутри здания, внутри основы, сейчас надо найти, где бы по это самое. Ну, в общем, вы поняли, мощно, можно даже сказать прикольно, не знаю, освещение позволяет вам все это увидеть, я стараюсь плавно крутить головой, а я пойду поговорю, а, вот, вот, кстати, комплекс, мы где-то, где-то там внизу, а, мы вот в этой вот, в общем, зашел-то я вот сюда, зашел по коридору туда, и мы вот в этой вот угловой подпростройке, где-то должны подняться вверх в ресторан, вот отель сзади и бизнес-центр, и фаундейшн кинга какого-то короля, тоже. Вот здесь, кстати, текут фонтаны, и текут очень красиво, по-моему, ко мне идет охрана. Да, яс. Ой, thank you. Вы видели, какая милая охрана, я думал, заставят выключать, а оказывается, они специально включили освещение, чтобы мы могли увидеть, как это все круто. Тут еще какая-то кнопочка есть. То есть, вот здесь вот фонтаны, вот сам Фейс Салах, видите, у него такая вот выгнутая структура, мы поднимемся наверх, сейчас вот там ресторан, вот там, где эта оранжевая, 267 метров. Усама Бен Ладен, оказывается, мог не только подрывать небоскребы, но и строить свои замечательно самые. Да, может быть, он просто завидовал на самом-то деле, и все вопрос не в войне, а в том, что надо было убрать конкурентов. Ну, в общем, красиво, стильно. Пойдем дальше смотреть. Я думаю, вот эти люди мне сейчас помогут. Ладно, давайте. Я в лифте. Лифт разгоняется. 30 этажей, потом R1. Ой, аж поплохело. Как-то он даже не показывает, куда едет. Он вообще едет. Но рыбок был хороший такой. 30 этажей, посмотрим, какой скоростью проехался. Я начал писать, как раз, когда он... А, он уже тормозит. Не опять его. Начал писать. 20 секунд на 30 этажей. Ну, неплохая скорость. 260 метров. Еще с нуля разогнаться. Вот. Вход в ресторан стоит... 40. Вход в ресторан стоит 40. Время на смотровую площадку 40. Саров, это значит 8 евро, что, в принципе, очень даже интересная цена. Ладно, давайте будем смотреть дальше. Ну, вот, может, представьте, я сейчас в такой вот комнатке. Я так понимаю, что там еще есть и варианты с проектами. Можно посмотреть. Вон он бесконечно большой. Ну, я это заметил и когда летел. То есть, он громадный просто за счет того, что он одноэтажный Эрдияд, ну, паруэтажный, да. Туда, 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 уходящийся. Где-то вот там, вот, по идее, вот туда прямо должно быть аэропорт. И, кстати, вот обратите внимание, вот эта темная полоса, это авиабаза Эрдияд, которая когда-то была с краю города, а теперь оказалась практически в центре. Ну, и, в общем, я так понимаю, что мне надо с людьми поговорить. Давайте, увидимся. Пойду платить. Здесь еще один лифт. Я уже поднялся наверх, да, тут буквально еще пару этажей. Мы не на самом верху. На самом верху оказывается кафешка и требуется резервация. Но это мне напоминает Seattle. То есть, мы сейчас, как вы, если не поняли, еще сейчас будет свистеть, шуметь, выходим на улицу. Я на улице. Вы представляете? Ага, вот это ты. То есть, меня обманули. Вот, видите, давайте я одену, наверное. Я одену сейчас на голову, чтобы лишние шумы людям не мешали, кроме свиста ветра. Вот он я. Видите? Всем привет. Это я в панели. То есть, я на самом деле внизу, глоба, не вверху. Вверху находится кафешка. И там требуется резервация. И она сегодня работает с 11. Но и здесь, вы знаете, на высоте 200 метров довольно-таки неплохо. Давайте я включу вторую камеру. Интересно, здесь есть у камеры ночной режим? Окей. А, по-моему, и так неплохо. Я включу вторую камеру. И мы сможем насладиться видами с обеих камер. Вот он, такой вот Эррияд. Как я уже говорил, вот там вот темное пространство. Это авиабаза Эррияд. Кто захочет, посмотрит ее. Теперь вы, кстати, будете видеть две камеры, два видео подряд. Они будут повторяться, просто одно из них будет приближаться, удаляться. Поэтому не поленитесь, посмотрите второе видео. Я его врежу сюда вот вместе с видео по СМО-про. Вот этот кинг-центр. Я постараюсь туда тоже попасть. Интересно, они тоже с восьми работают или как? Ветер очень горячий сейчас, если вы не слышите. Шум ветра, я могу сказать, что ветер бьет конкретный. И он, вот если внизу тихо, ну, наверное, дома закрывают, то сверху просто капец. И жара, знаете, аж мешает говорить, да? То есть ты задыхаешься. Вот настолько горячий ветер. Проснулись стройки. Вы видели, что весь ряд расстраивается. Новые деньги появились. Вон, можно посмотреть, как люди в песке копаются. Боже, слушайте, а чем они там вообще дышат? Вы видите, там, я думал, что там просто что-то шевелится. Это, оказывается, экскаваторы настолько попали в пыль, что их просто не видно. А вот такой вот... Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так же и укакаться-то можно. Нет, ничего страшного. Все в порядке. Вы посмотрите на это бесконечное море огней. Уходящая вдаль, да? И так же уходящая вдаль вот дорога. Это же King Fahad Road. Вот она пошла, пошла, пошла. Непонятно, куда она уходит. Ну, на самом деле, не так и страшно, я вам скажу. Space Needle, если вы не видели Space Needle, посмотрите. У меня я добавлю в описании к этому видео, я добавлю во всплывающие линки, в аннотации, да, Space Needle. Посмотрите, как это все выглядит со Space Needle. У меня есть видео про Space Needle. Детей привели, дети кричат. Вот тот самый Panorama Mall, в который я ездил, если я не ошибаюсь, это он. Оказывается, отсюда он настолько близко, что капец. И туда, как вы видите, тоже уходит, уходит, уходит город. Город с бесконечных огней. И красиво смотрится вот Куб или этот самый. Все-таки надо взять резервацию наверх, на кафе, в кафешку и сходить туда. Ой, я себя вижу, видите меня, нет? Вот так разная мигающая лампочка. Вот там, вот там, вот там, вот там, вот она. Это я. Это я. Здесь опять идет подсветка. Луна. Слушайте, а вы не обратили внимание, какая большое здесь солнце? Оно реально большое. Знаете, я посмотрел потом на всех кадрах. Вот оно висит прям над тобой, давлеет над всем этим городом. Особенно утром, когда, знаете, происходит эффект солнца, всплывающего в это дело. В низких слоях атмосферы оно преломляется. И тоже... А вот этот шум, который вы сейчас слышите, это с разных сторон мусульмане зовут к последней молитве. Не той, которая Магриб, которая извещает об окончании поста, да, Рамадана, а той, которая просто последняя. И все эти звуки переплетаются сейчас. Плюс шум машин постоянно... Ой, потухло. Видели, потухло. Она меняет цвета. Кингтавр меняет цвета. Прикиньте. Слушайте. И, по-моему, вот эта зелё-синяя штука тоже меняет цвета. Но это невыносимо. Я уже задыхаюсь. Вы, конечно, меня извините. Но отсюда надо валить. О, она уже стала фиолетовой. А хотите, я ее стукну. Станет фиолетовой в крапинку. Эх, Осама, Осама. Бен Ладен ты наш, Бен Ладен. Что ж тебя туда потянуло воевать? Ты так классно умел строить небоскребы. Посмотрите, сколько народа едет. Я так понимаю. А куда они едут? Центр там. А вот какое-то освещенное место. А мне еще интересно вот эти вот два пролета. Жаль, что сейчас вечер уже. Но где-то здесь должны быть... Я видел на горизонте, да, вот, кстати, вот здание. Бизнес-центра, в котором находится Майкрософт с непроизносимым названием. А вот тот, что спрашивали у меня в видео, что это за... Это не тряпичные. Это такие выгнутые пластиковые панели. Я специально присматривался. Это библиотека короля Фахада. Или Фахада. Она есть. Ее уже ответили про нее. Она даже есть в Википедии. Что у нас еще здесь есть? Ну, в принципе, все. В принципе, все. А нет, не все. Вот летающую тарелку. Видят тут полно детей, которые все фоткают. Не страшно же им. Вон здание очень впереди. Видно, не видно ее. Я сейчас подойду. Попробую набрать или выбрать нужный ракурс. Вот это здание. Оно притушенное. Хотя не отсветится. Слушайте, это глаза такие. Но все равно по сравнению с другими яркие. Узнаете летающую тарелку, которую вы видели раньше? Это здание того самого Министерства внутренних дел, мимо которого мы проезжали. Здесь стоят блокпосты. И где-то там совсем далеко, вот в том темной части пространства, это старый город с его трущобами. Малой привет. Что у нас еще сказали? Не кури. Курить нельзя. Как-то народ курит. Что у нас еще интересного? Вот она, Маккарод идет. Вот, 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 вот. Вот здесь вот. То есть вот мой отель прям зелененьким светится так красивенько. Вот он. Да, совсем недалеко. Вот я проезжаю до ближайшего перекрестка. Вот перекресток на Маккарод. Вот пошел Маккарод. Идет, идет, идет Маккарод. И где-то здесь, вон, где красным светится, там, я знаю, что-то красным светится, там постоянно работает градусник, который показывает температуру. Вот он. Вот доктор Каффи. Я по нему всегда ориентируюсь. Я когда еду с таксистами, прошу подвезти меня к доктору Каффи на Маккарод. Вот он, доктор. Доктор Каффи на Маккарод. Здесь контора, которая занимается IT в Саудовской Аравии с госорганами, типа наших БМС-консалтингов украинских. И здесь вот он. Вот, видите, вот этот периметр. Это огороженная территория с работающими фонарями. Если, конечно, тут присмотреться, можно увидеть и бронебудки, стоящие вдоль. Вот там такие темные пятна. Это и есть дата-центр национального National Information Center. Это административное здание. А чуть в глубине, вот там вот, находится низкое такое здание, находится сам дата-центр. Вот так вот я и работаю. Оказывается, я уже хорошо ориентируюсь в Риаде. Так что я молодец. И вон, пожалуйста, жилые кварталы. Надо, кстати, как-то заехать в этот хоть один жилой квартал и посмотреть, как оно выглядит. Вы видите, да, то есть, как бы они такие притушенными, мягким светом дома, похожие на те же старые дома крепости, да, то есть, закрытыми двориками и тому подобное. Ну и по-прежнему я, вон он Михаил, по-прежнему глуп, жаль, что мы не можем увидеть саму камень от верхней конструкции. Или это отражение нижней конструкции. Нет, это все-таки отражение верхней конструкции. Вернее, просвечивается верхняя конструкция. Надо будет как-нибудь посетить итог. Слушайте, видите, у меня бэджик вырывает из рук. Холодный ветер вырывает из рук последние деньги. И как пел когда-то Чиж и Компания. Да-да-да, я слушал в детстве. Ну, как в детстве, когда мне было 20 лет, я слушал Чиж и Компания. Ну, вот он, такой вот рият. Ну, впечатляет, впечатляет достаточно высотно. Какого цвета она? Ой, розовенькая, посмотрите, она розовенькая. Кинг-центр. Говорят, что там еще неплохой ресторан. Внизу суши-бар. Я обязательно туда наведаюсь. Посмотрим, что оно такое будет. Ну, а я сейчас сделаю пару фотографий. Посмотрим, получится они или не получится. А, тухло. Теперь зелененьким будет, да. Получится или не получится. Буду здесь прощаться. Вот это видео закончилось. И мы сможем насладиться видами с обеих камер. Вот он, такой вот рият. Как я уже говорил, вот там вот темное пространство. Это авиабаза рият. Кто захочет, посмотрит ее. На виде теперь вы, кстати, будете видеть две камеры, два видео подряд. Они будут повторяться, просто одно из них будет приближаться, удаляться. Поэтому не поленитесь, посмотрите второе видео. Я его врежу сюда вот вместе с видео по SFO Pro. Вот этот King Center. Я постараюсь туда тоже попасть. Интересно, они тоже с восьми работают или как? Ветер очень горячий сейчас. Если вы не слышите шум ветра, я могу сказать, что ветер бьет конкретный. И он, вот если внизу тихо, ну, наверное, дома закрывает, то сверху просто капец. И жара, знаете, аж мешает говорить, да? То есть ты задыхаешься. Вот настолько горячий ветер. Проснулись стройки. Вы видели, что весь рият расстраивается. Новые деньги появились. Здесь вон можно посмотреть, как люди в песке копаются. Боже, слушайте, а чем они там вообще дышат? Вы видите, там, я думал, что там просто что-то шевелится. Это окажется, экскаваторы настолько попали в пыль, что их просто не видно. Вот такой вот, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, так же и укакаться-то можно. Нет, ничего страшного. Все в порядке. Вы посмотрите на это бесконечное море огней, уходящее вдаль, да? И также уходящая вдаль вот дорога, это же King Fahad Road. Вот она пошла-пошла-пошла. Непонятно, куда она уходит. Ну, на самом деле, не так и страшно, я вам скажу. Space Needle, если вы не видели Space Needle, посмотрите. У меня я добавлю в описании к этому видео, я добавлю во всплывающие линки, в аннотации, да, Space Needle. Посмотрите, как это все выглядит со Space Needle. У меня есть видео про Space Needle. Детей привели, дети кричат. Вот тот самый панорама МОВ, в который я ездил, если я не ошибаюсь, это он. Оказывается, отсюда он настолько близко, что капец. И туда, как вы видите, тоже уходит, уходит, уходит город. Город с бесконечных огней. И красиво смотрится вот этот самый. Все-таки надо взять резервацию наверх, на кафе, в кафешку, и сходить туда. О, я себя вижу, видите, меня нет? Вот так красная мигающая лампочка. Вот там, вот там, вот там, вот там, вот она. Это я. Это я. Здесь опять идет подсветка. Луна. Слушайте, а вы не обратили внимание, какое большое здесь солнце? Оно реально большое. Знаете, я посмотрел потом на всех кадрах. Вот оно висит прямо над тобой, давлеет над всем этим городом. Особенно утром, когда, знаете, происходит эффект солнца, всплывающего в это дело, в низких слоях атмосферы оно преломляется. И тоже... А вот этот шум, который вы сейчас слышите, это с разных сторон мусульмане зовут к последней молитве. Не той, которая Магриб, которая извещает об окончании поста, да, Рамадана. А той, которая просто последняя. И все эти звуки переплетаются сейчас. Плюс шум машин постоянно... Ой, потухло. Видели? Потухло. Она меняет цвета. Кингтавр меняет цвета. Прикиньте. Слушайте. И, по-моему, вот эта зелё-синяя штука тоже меняет цвета. Но это невыносимо. Я уже задыхаюсь. Вы, конечно, меня извините. Но отсюда надо валить. О, она уже стала фиолетовая. А хотите, я ее стукну. Станет фиолетовой вкратненько. Эх, Осама, Осама. Бен Ладен ты наш, Бен Ладен. Что ж тебя вот это потянуло воевать? Ты так классно умел строить небоскребы. Посмотрите, сколько народа едет, я так понимаю. А куда они едут? Центр там. Вон какое-то освещенное место. А мне еще интересно вот эти вот два пролета. Взяли, что сейчас вечер уже. Но где-то здесь должны быть... Я видел на горизонте, да, вот, кстати, вот здание бизнес-центра, в котором находится Майкрософт с непроизносимым названием. А вот тот, что спрашивали у меня в видео, что это за... Это не тряпичные, это такие выгнутые пластиковые панели. Я специально присматривался. Это библиотека короля Фахада. Или Фахда. Она есть. Ее уже ответили про нее. Она даже есть в Википедии. Что у нас еще здесь есть? В принципе, все. В принципе, все. А нет, не все. Вот летающую тарелку. Видим, тут полно детей, которые все фоткают. Не страшно же им. Вон здание очень впереди. Видно, не видно ее. Я сейчас подойду. Попробую набрать или выбрать нужный ракурс. Вот это здание, оно притушенное. Хотя нет, светятся. Слушайте, это глаза такие. Но все равно, по сравнению с другими, яркие. Узнаете летающую тарелку, которую вы видели раньше? Это здание того самого Министерства внутренних дел, мимо которого вы проезжали, где стоят блокпосты. И где-то там совсем далеко, в темной части пространства, это старый город с его трущобами. Малой привет! Что у нас еще сказали? Курить нельзя. Оказывается, народ курит. Что у нас еще интересного? Вот она Маккарод идет. Вот-вот-вот-вот. Вот здесь вот. То есть вот мой отель прям зелененьким светится так красивенько. Вот он. Да, совсем недалеко. Вот я проезжаю до ближайшего перекрестка. Вот перекресток на Маккарод. Вот пошел Маккарод. Идет-идет-идет Маккарод. И где-то здесь, вон, где красным светится. Там, я знаю, что-то красным светится. Там постоянно работает градусник, который показывает температуру. Вот он. Вот доктор Каффи. Я по нему всегда ориентируюсь. Я, когда еду с таксистами, прошу подвезти меня к доктору Каффи на Маккарод. Вот он, доктор Каффи на Маккарод. А здесь контора, которая занимается IT в Саудовской Аравии. С органами, типа наших BMS консалтингов, украинских, да. И здесь вот он. Вот, видите, вот этот периметр. Это огороженная территория с работающими фонарями. Если, конечно, тут присмотреться, можно увидеть и бронебудки, стоящие вдоль. Вот там такие все темные пятна. Это и есть дата-центр национального National Information Center. Это административное здание. А чуть в глубине, вот там вот находится низкое такое здание, находится сам дата-центр. Вот так вот я и работаю. Оказывается, я уже хорошо ориентируюсь в Риаде. Так что я молодец. И вон, пожалуйста, жилые кварталы. Надо, кстати, как-то заехать в этот хоть один жилой квартал и посмотреть, как оно выглядит. Вы видите, да, то есть как бы они такие притушенными мягким светом. Дома, похожие на те же старые дома крепости, да, то есть закрытыми двориками и тому подобное. Ну и по-прежнему я, вон он, Михаил, по-прежнему куб. Жаль, что мы не можем увидеть самукан, нет, верхнюю конструкцию. Или это отражение нижней конструкции? Нет, это все-таки отражение верхней конструкции. Вернее, просвечивается верхняя конструкция. Надо будет как-нибудь посетить и топ. Слушайте, видите, у меня бейджик вырывает из рук. Холодный ветер вырывает из рук последние деньги, как пел когда-то Чиж и компания. Да-да-да, я слушал в детстве, ну как в детстве, когда мне было 20 лет, я слушал Чиж и компания. Ну вот он, такой вот рият, но впечатляет, впечатляет достаточно высота. Такого цвета оно, ой, розовенькое, посмотрите, оно розовенькое, кинг-центр. Говорят, что там еще неплохой ресторан, внизу суши-бар, и я обязательно туда наведаюсь. Посмотрим, что оно такое будет. Ну, а я сейчас сделаю пару фотографий, посмотрим, получится они. Получится или не получится, буду здесь прощаться. Вот это видео закончилось. Ну, а здесь я еще раз хочу сказать всем спасибо. Я, пожалуй, уже не буду снимать сегодня никаких видео. Думаю, и этих будет достаточно, тем более комбинированных. Надо, наверное, выйти на свет, чтобы вы меня видели красивого, яркого, такого лучезарного. Ну, знаете, кого называют на самом деле лучезарным, поэтому не буду себя сравнивать с лучезарным. Кто не знает, да, рекомендую почитать, кого называют лучезарным. А вот, вот такой вот он я весь, светлый, лучезарный и радостный. Поэтому смотрите описание к видео, там будут другие рынки с других башен, если они у меня найдутся. Я, кстати, не помню, публиковал ли я из Башни с Малайзии видео, но это уже отдельный разговор. Не забывайте подписываться на мой канал. Напомню, что это был 9-й день Романда, 7-й, 5-й, 14-й года. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, шарьте с друзьями. Давайте увидимся. Ну и смотрите другие видео, конечно. Всего хорошего.